Мы принимаем априори, то есть до доказательства, когда еще не доказал никому и себе в том числе. Творец добрый, творящий добро. Так говорят каббалисты, я это принимаю пока что как предпосылку. Затем я это раскрываю, но пока что не требуются какие-то стандарты. Добрый, творящий добро грешникам и праведникам находятся в абсолютной любви. Исходя из этого создают желание получать, исходя из этого на каждом шагу, на каждом этапе воздействуют на желание получать с тем, чтобы привести его к совершенному состоянию. Далее. Все, о чем мы говорим, мы говорим с позиции кли, с позиции человека постигающего. Потом мы говорим суд, милосердие, удары, всякого рода милосердие, мера суда, миломилосердие и тому подобное. Все это относительно нас. То же самое ты говоришь, нельзя его жалеть или можно. Со стороны Творца нет жалости или нежалости, нет любви или нелюбви. Давать удары или подарки, дарить. Обнимать, целовать или бить. Все это с позиции человека постигающего, человека двигающегося. Со стороны Творца это непреложный закон. Есть свет, есть клей. Клей должно прийти к подобию по свойствам со светом. Что такое свет? Кто такой свет? Мы так говорим, относительно нас это свет, это любовь. Абсолютная любовь. Поэтому для того, чтобы прийти к совпадению по свойствам со светом, мы должны прийти к правилу возлюбия ближнего, как себя. То есть это любовь ко всему, что находится вне меня. Нельзя жалеть, можно жалеть. Вновь я говорю, со стороны Творца такого не существует. Он действует на основе законов, когда есть начало Творения, конец Творения и должно быть продвижение от начала до конца. Есть на протяжении этого процесса небольшой отрезок пути, где Творение получает возможность принимать участие в своем развитии, ускорить свое развитие, задействовать разум и чувство самостоятельно, с помощью большего объединения, когда оно само стремится к этому и может сделать, дают ему шанс на это, дается шанс выше. И тогда приходит к итогу уже осознанно, более приятно и хорошо. И здесь есть проблема, для чего двигаться быстрее, приятнее? Для собственной выгоды или для выгоды Творца доставить им наслаждение? Ты видишь, здесь есть несколько вещей, которые мы должны понять, для того, чтобы их познать. Творец является первой причиной всего от начала до конца. На части пути, на отрезке пути он дает возможность творениям соединиться между собой более, между ними постичь более тесной формой взаимодействия, но он в этом находится пассивно, как бы. И получается, что мы называем эту пассивную форму свет, возвращающий к источнику. То есть ты хочешь, я приду. Я тебе сделаю работу, не хочешь, не надо. Тогда действует из-за кулис для того, чтобы продвигать творение ударами.